10 декабря в администрации Артемовского городского округа при поддержке Комитета по делам молодежи состоялось торжественное вручение паспортов. Дорогие друзья, участники этого торжественного мероприятия, от администрации Артемовского городского округа я от всей души поздравляю с этим знаменательным событием юных граждан Российской Федерации. Это действительно знаменательное событие, получение основного документа, удостоверяющего этот гордый статус гражданин Российской Федерации. А то, что это событие происходит накануне нашего большого государственного праздника Дня Конституции, только подчеркивает важность этого момента. Я думаю, что эта традиция замечательная, которая возникла и которая поддерживается благодаря инициативе и организации Комитета по делам молодежи Администрации Артемовского городского округа, проводить вручение паспортов здесь, в администрации Артемовского городского округа, тоже является одним из самых торжественных знаменательных моментов. Этим самым мы хотим подчеркнуть, насколько для нас это важно, быть сегодня здесь вместе с вами, с будущим Артемовского городского округа, с будущим России. И рядом с вами находятся ваши друзья, педагоги, ваши родители. Я думаю, что этот день вам, конечно же, запомнится. Я думаю, что основное качество гражданина Российской Федерации, безусловно, любовь к своей родине. А любовь к родине начинается с малого. С любви к своим родителям, к педагогам, к школе, к друзьям, к дому, в котором ты живешь, к улице, на которой ты проживаешь, к своей малой родине. В этот день торжественные и напутственные слова в адрес юных граждан прозвучали и из уст председателя территориальной избирательной комиссии. Сегодня особый день для тех, кому предстоит впервые получить паспорт гражданина Российской Федерации. Сегодня вы, юные граждане, вступаете в пору гражданской зрелости. Именно для вас прозвучат сегодня слова поздравлений, напутствий и пожеланий. Да, вы сегодня получаете свой первый важный документ в преддверии Большого праздника Дня Конституции. Ребята, получая паспорт гражданина Российской Федерации, берегите его и гордитесь своей родиной. Через 4 года вам будет предоставлено право решать судьбу государства, области и своего района, избирая органы государственной власти и органы местного самоуправления, быть избранными депутатами представительных органов местного самоуправления. Получая сегодня паспорт, вы должны всегда помнить, что вам дается в руки. Не просто паспорт, дается гражданство российское. Нина Кулешова также привела слова президента Российской Федерации, касаемо молодежи. 30 ноября 2010 года в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, «Детство и юность – это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее. То самое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и ничего не боится. Дух новаторства, желание делать что-либо новое, держать мысли – все это очень нужно в нашей стране. И мы очень рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на ее желание работать сообща и вместе добиваться поставленных целей. А пока учитесь, мужайте, старайтесь осмыслить жизнь во всех ее проявлениях. И мы уверены, это позволит вам выработать четкую гражданскую позицию, всегда участвовать во всех проводимых выборах и принимать решения, которые будут реально влиять на события настоящего и будущего». Поздравительными словами выступил и начальник УФМС Свердловской области ПАГО Антонина Горяева. «Я хочу поздравить своего лица и руководства Управления амбинационной службы, всех ребят с получением главного в жизни своего документа – паспорта гражданина Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы вы к нему относились бережно и с уважением. При получении паспорта вы получаете огромные возможности стать полноправными гражданами Российской Федерации, получить полное образование, высшее, устроиться на работу, а также все возможные другие финансовые операции и бумажные документы оформить вы имеете уже право. Также с наступлением своего возраста, 14-летнего, у вас наступает и ответственность – это соблюдение российских законов. Будьте законопослушными гражданами». Под аплодисменты и негромкую музыку каждому, помимо паспорта, были вручены памятные сувениры и подарки. В этот день каждый 14-летний выходил из здания администрации уже полноправным гражданином Российской Федерации. Продолжение следует...